Социализм стал восходящий на самом деле в Соединенных Штатах, как вы, возможно, заметили, с соответствующими симптомами, которые вы описали. Массовый государственный долг, растущая бедность, беспорядок, преступность, грязь и уродство. Аргентина находится на последнем этапе этого. Аргентина теперь бедная страна из-за этих политик. Какой совет вы бы дали американцам, проживая? Что они никогда не принимают идеи социализма. Никогда не поддавайтесь соблазну песни сирен, социальной справедливости, не позволяйте себя поймать этой пагубной фразой, где старуха создает право, но что это не делается само по себе. Для этого нужно быть готовым и каждый день вести культурную борьбу. И нужно быть осторожными, потому что они не возражают проникнуть в государство. И применять технику грамши, они соблазняют артистов, культуру, средства массовой информации, или вмешиваясь в содержание, образование. Надо быть очень осторожным, надо прекратить их финансирование и заставить их конкурировать на равных. И в то же время нужно сделать предпринимателей осведомленными того, что это необходимо, что дальше. Милтон Фридман говорил, что социальная функция предпринимателя заключается в заработке денег. Но этого мало. Часть инвестиций должна быть инвестициями в защитников свободных идей, чтобы социалисты не могли продвигаться, потому что если они этого не делают, они войдут в государство и будут навязывать свою повестку дня, что в долгосрочной перспективе она уничтожит все, к чему прикоснется. Там, скажем, требуются сильные обязательства всеми создателями богатства, чтобы бороться против социализма, против этатизма. И понимая, что если этого не сделать, социалисты всегда будут продолжать пытаться, ведь в чем смысл? Как они пытаются жить за счет других, не работая? Они не устают искать это, потому что их закон мотивирует в жизни. Это жить за счет других. Поэтому они никогда не уступают. В этом механизме присвоения богатства и денег или получения дохода иначе... Эта битва должна быть дана постоянным образом. Вы не можете отдыхать, потому что когда вы отдыхаете, социализм продвигается.